Я неудачница, потому что я толстая. Я перестану быть толстой, у меня все пойдет хорошо, а нифига не пойдет. На самом деле не все женщины, находящиеся в размере плюс сайз, реально просто без конца жрут. Объективно им насрать вообще на тебя. Люди что-то целлюлита никогда не видели. Тебя всегда любили мужчины. Меня мужчины избаловали. Ну раз ты меня не выбираешь, ну как бы ты сам виноват. В какой момент ты приняла для себя решение, что ты не хочешь иметь детей? Я не child-free абсолютно. У каждого свое, кто-то реализуется, смотря в чем. Можно сказать, что ты живешь в кайф? Да, исключительно в кайф. Всем привет, меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Не принято обсуждать». «Не принято обсуждать» — это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Если вы вдруг не подписаны еще на канал, обязательно подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. У меня сегодня для вас масса подарков. Но для начала тема нашего интервью — это красота 100+. Эту тему придумала не я, сформулировала не я и предложила даже не я. Дело в том, что моя героиня Вероника откликнулась на мой призыв в Инстаграме, мол, я ищу героинь по теме «Не в детях счастье». Вероника нам написала письмо, как и многие-многие другие девчонки. Естественно, письма мы читаем внимательно, изучаем профиль в Инстаграме нашего потенциального героя. И когда мы зашли в Инстаграм Вероники, у нее было написано «Красота 100+.» И тут-то мы с командой поняли, мы хотим сделать с Вероникой именно эту тему. Потому что она та, кому веришь, что она живет и кайфует, при том, что вес ее составляет около 120 килограммов. Когда мы спросили Вероника, а готова ли ты говорить об этой теме, которую заявляешь в Инстаграме, она сказала «Легко». Это получился очень позитивный разговор. Более того, он насущен подробностями о том, как Вероника перебралась жить в Италию, вышла замуж за итальянца, как она там адаптировалась, о небольших сложностях перевода, перипетиях, с которыми сталкиваются русские жены за рубежом. Также мы затронули тему того, почему Вероника решила не иметь детей, но в основном мы говорим о принятии себя и о том, как жить и быть красивой в любом теле. Сразу скажу, что у меня для вас есть супер-подарки. Это будут мега-скидки на потрясающие часы Даниэль Веллингтон. Смотрите выпуск внимательно и до конца. Кроме того, у меня для вас есть сертификат на 15 тысяч рублей. Вы можете набрать гору косметики или выбрать какую-то изысканную парфюмерию от партнера с сегодняшнего выпуска. Об этом тоже в выпуске будет информация. Ну а сейчас я придумала для вас достаточно провокативный вопрос. Я хочу, чтобы вы посмотрели это интервью и написали мне, верите вы Веронике или нет? Верите ли вы тому, что она легко принимает себя в своем весе и в своем теле? Если да, верите, то почему? Я думаю, что многие склонятся к этому варианту, потому что Вероника супер-позитив и, конечно, красотка. И многие склонятся к варианту нет-не верю. Потому что, условно, если бы любой из нас предложили, представь, ты ничего не отдаешь взамен, не делаешь никаких усилий над собой, не ограничиваешь себя в еде, не истязаешь себя на тренировках и просто весишь столько, сколько хочешь и становишься такого размера, о каком мечтаешь. Например, С, ХС, М, кому что ближе. Пожалуйста. Согласилась бы Вероника на такой паре? Согласилась бы я? Согласились бы вы? Вот в чем вопрос. Если согласились, значит, не до конца мы принимаем себя и свое тело. В общем, давайте порассуждаем на этот счет. Верите ли вы Веронике о полном приятии себя или не верите? И, пожалуйста, только аргументированные ответы. Хотя можно вас, наверное, не предупреждать. Зрители канала не принято обсуждать. Потрясающе толерантные и терпимые. Мне это очень нравится. И, кстати, вам отдельная благодарность за ваши суперадекватные комментарии под предыдущим интервью по теме суррогатного материнства. Я люблю вас. Вы просто... Просто молодцы. Я ожидала гораздо худшего. Простите меня за это мое ожидание. И я так рада, что оно не оправдалось. Вероника, привет. Привет. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это полностью твое авторство. У тебя в Инстаграме написано «красота 100 плюс». Я поняла, вот человек, с которым наконец-то можно поговорить о... Как это правильно сказать? Красота вне стандартов. Потому что, на мой взгляд, красота, она в глазах смотрящего. А все эти стандарты, они в той или иной мере навязываются... Это маркетинг, не более чем. Ну, то есть, вот мне кажется, что это так. Я только хотела сказать, ты, наверное, как маркетолог в анамнезе профессиональный, это как раз видишь. Скажи мне, пожалуйста, когда в твоем Инстаграме появилась вот эта надпись «красота 100 плюс», когда и в связи с чем? Потому что наверняка ведь не сразу, когда ты завела Инстаграм, ты это обозначила как ключевую какую-то вещь. Ну, вообще, Инстаграм я завела для себя, естественно, как многие из нас, наверное, которые просто, ну, постить фоточки, все как обычно. Инстаграм, скажем так, как блогер, да, условно, я начала вести вот так более-менее структурно в тот момент, когда я поняла, что у меня в жизни появилась еще Италия. То есть, мне стало о чем писать. И параллельно я зацепилась за тему, которая мне очень близка по двум причинам. То есть, первое, ну, вообще практически всю жизнь я, скажем так, плюс, плюс сайз. И мне эта тема близка, я поняла, что, в принципе, сейчас об этом нужно говорить. И где-то, наверное, года два назад я начала вести Инстаграм как раз на тему «пласс сайз», на тему Италии. И плюсом у меня еще возникла здесь моя работа, потому что я, в принципе, занимаюсь стилистикой. И одна из моих сфер деятельности — это как раз вот это направление, именно как стилисты, которые работают в Италии. Больше я концентрирована на женщинах с размером «пласс сайз», потому что у нас это, ну, просто необъятый сегмент и со своими проблемами. А, кстати, по твоим наблюдениям, крупулентных людей вообще в России, в Италии, больше в Америке. То есть ты все равно в, как сказать, мультинациональном городе живешь, в предместе Милана, но, тем не менее, в Милане очень часто бываешь, и здесь намного туристов. Нет такой сегментации? Потому что часто любят говорить, что по национальному признаку как-то. Однозначно в Америке. Однозначно крупные женщины и мужчины, в принципе, крупные. Не только широкие, да, но и высокие. Это Австрия, Германия. Я приезжаю в Германию, я приезжаю в Австрию, я иду в магазины, покупаю какой-то размер, который, ну, вот, если мы придем в российский магазин, то это 48-50. То есть после него, если мы говорим, там, допустим, о каких-то магазинах, где есть большие размеры, после него еще огромная-огромная линейка. У них вот после моего 60-го еще огромная линейка. Если я прихожу в Италию, то этот размер оказывается где-то вот предпоследний, итальянца не меньше. В Италии тоже есть, несомненно, курпулентные дамы, но у них такие своеобразные фигуры. То есть у нас, как правило, если мы по типам фигур пойдем, то в России это больше верхняя часть, это О, фигура типа О. В Италии это А, это более широкие бедра, они достаточно могут быть миниатюрные сверху и вот такие вот, как амфоры, да. Мне кажется, в России в Италии примерно поровну. Но в Италии тоже сейчас есть, очень интересно проходят ивенты в октябре. По-моему, у них в Милане на площади Дуомо проходит некий ивент, когда собираются девушки, и не только девушки, и молодые люди. Они что-то типа дефиле делают в купальниках, в нижнем белье, в различной одежде. То есть прямо вот девушки и юноши с формами. Вообще эта тема, она как-то везде сейчас по всему миру идет. И вот я в нее просто включилась, потому что не потому, что я пропагандирую, а потому что это жизнь, и в ней нам надо жить, какими бы мы ни были. И я вижу опять же, что куча женщин, которые очень тяжело уживаются с собственным телом. Я правильно услышала тебя, что ты всегда была более крупной, чем сверстники, то есть это с детства, со школьных времен, со студенчества. То есть не было такого, что какой-то гормональный, например, сбой или перемена, может быть переезд или какой-то стресс, когда у тебя типаж фигуры сменился. Нет, у меня не было никакого стресса. Мне кажется, что я просто немножко развивалась чуть быстрее сверстников. То есть я не была такой вот худенькой, тонкой, звонкой никогда. В 13 лет меня принимали там за 17-летнюю, потому что все, там формы появились, всю школу. И когда училась в институте, я занималась, я занималась танцами 10 лет, я танцевала, прям танцевала, там чуть ли не нижний брейк, современные танцы. Потом я занималась там фитнес и так далее. Может быть, я увязываю, был какой-то там небольшой скачок веса, может быть, потому что я после школы поступала, в общем, мне было уже не до этого, не до танцев. Может быть, был какой-то скачок, ну и как-то плавно-плавно, в общем, я вот доросла до того, что доросла. Поэтому у меня не было такого, что я когда-то проснулась, и вдруг я там из 42-го размера превратилась в 52-й. То есть я всегда жила так. Если посмотреть на твой жизненный путь, в какой период тебе, может быть, было максимально сложно принять себя или принять, может быть, мнение окружающих о себе? Вообще, сталкивалась ли ты когда-нибудь с проблемами восприятия крупности своей, либо этого вообще не было? И в какой период это было, когда это было максимально сложно? Можно предположить, что, например, это подростковый возраст или школьный. Не было проблем. Вот прямо, ну, может быть, когда-то был какой-то один момент, кто-то что-то мог сказать, не знаю. Я не обращала никогда на это внимания, и, видимо, потому что я на это не обращала внимания, мне никогда особо никто ничего не говорил. По поводу принятия себя, мне кажется, что у меня вот это вот не принятие, а сознание. Потому что это был настолько юный возраст, то есть мне там было лет, наверное, 10, может быть, 11, какие-то первые влюбленности. И там мальчик, которого я была влюблена, почему-то мне там не ответил взаимностью. А может, он и отвечал, я просто не знаю, потому что, ну, ребенок стеснительный. Я не знаю, в какой-то момент я просто для себя решила, ну, раз ты меня не выбираешь, ну, как бы ты сам виноват, тебе в жизни не повезло. Вот это осознание, это не было связано ни с весом, ни с размером, потому что я говорю, я в школе, но я не была полная, я была там выше. То есть у меня есть фотки, когда я там выше там всех мальчиков. Но это не было связано с физикой, это было связано просто вот потому что я вдруг так вот решила. И у меня потом вот эта вот тема, она у меня как-то, мне кажется, по жизни шла. Вы там почему-то меня не взяли на работу, да, ну, как бы вам же и не повезло, да, в жизни. Я-то себе свое место найду всегда. У меня не было проблем никогда ни с самопринятием, там, ни с отношениями с противоположным полом. Ну, от слова вообще, потому что я, если вот так начну сейчас с периода, когда я вообще была одна, ну, лет с 12 я там, считаю, ну, наверное, может, год. И то по собственному выбору. У меня была как бы концентрация несколько в другой сфере. Я просто не концентрировалась на этой проблеме. И у меня мое тело, оно всегда как бы шло, я не скажу, что параллельно, но это не было моментом концентрации и определяющим то, что ты обвиняешь в своих неудачах. Вот так вот. Потому что у нас же принято иногда обвинять там родителей, окружающих там, правительства и тела, да. Я вот, я неудачница, потому что я толстая. Я перестану быть толстой, у меня все пойдет хорошо. А нифига не пойдет. Если все же не идет, то значит, надо как бы по-другому немножко к себе подходить. И, соответственно, наоборот, получается, если ты профессионально, удачливо, реализованно, исполняешь свои мечты, например, путешествуешь или любишь цацки, покупаешь себе и так далее, то есть тогда не имеет значения, как ты выглядишь. Ты вообще не ищешь виноватых, потому что нет никакой проблемы в твоей жизни. Абсолютно верно. И здесь еще какой момент, вот по поводу того, что если ты, скажем так, себя принимаешь, потому что я говорю, мне это непонятно, фраза непонятна. Как вообще можно себя не понять? Да, ну вот мне это непонятно, но тем не менее, раз у нас это в обществе, люди это понимают, давай таким лексиконом пользоваться. Если даже социальная среда начинает вести себя агрессивно по отношению к тебе, то она ведет себя агрессивно по отношению к тебе только из-за того, что ты слаба. Ну или слаб, бьют слабых, сильных не бьют. Про сильных могут сказать как угодно. Харизматичная, яркая, там, красивая, еще там миллион всяких эпитетов, но никто никогда тебе не скажет, что ты там жирная, что ты, просто язык не повернется у людей. Они, ну, люди чувствуют всегда силу, люди чувствуют уверенность. Итак, дорогие друзья, начинается череда праздников, которые многие из нас очень и очень любят. И наши партнеры, и друзья, компания Даниэль Веллингтон приготовила для вас супер классные предложения. Во-первых, скидка 10% на подарочные наборы к 23 февраля и 8 марта. Сейчас на ваших экранах появится несколько картинок. Это очень красиво оформлено. Я уж не говорю про то, что часы классного качества и идеального дизайна. Вы знаете, что такое идеальный круг? Это то, как выглядят часы Даниэль Веллингтон. Я их регулярно ношу, вы в этом можете убедиться. Наверняка встречали их в моих интервью, даже в которых нет рекламных интеграций. Видели в моем инстаграме, потому что это мой излюбленный сет. Часы, браслет и кольцо Даниэль Веллингтон. Если хотите побаловать своих любимых изысканным, стильным и очень нужным подарком, заходите на сайт danielvelington.com. Но у меня есть еще и специальный подарок для вас. Промо-код, который звучит следующим образом. TIME2020. Он сейчас написан на ваших экранах. И он дает вам скидку еще 15%. И она, внимание, суммируется со скидкой акции. 10% плюс 15%. И вы получаете такую привлекательную цену на суперпродукцию, что не благодарите. Хотя можете благодарить, потому что наш совместный подарок от проекта не принято обсуждать. И Даниэль Веллингтон действительно щедрый, если не сказать грандиозный. Дерзайте все активные ссылки на покупку на шикарные часы и аксессуары от Даниэль Веллингтон в описании под этим интервью. Также не забывайте, что магазины Даниэль Веллингтон открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Можете прийти, все посмотреть, потрогать, опробовать лично, надеть на запястье и выбрать то, что максимально подходит вам и вашим любимым. Попробуй все-таки проанализировать. Понятно, что тебе сложно это сделать, потому что ты действительно сказала, что ты очень редко была одна, и это было только по твоему выбору. Но все-таки, как думаешь, какую роль в понимании своей силы и красоты играет то, что тебя всегда любили мужчины? Меня мужчины избаловали. В плане, вот опять же, условно принятия себя, меня мужчины избаловали, потому что как-то это были всегда те мужчины, которым нравилось все. Те, которым что-то не нравится, они просто рядом не будут, потому что я не люблю дискомфорт. Не люблю находиться в ситуации любого дискомфорта, физического, психологического, какого-то еще. Но я абсолютно согласна с тем, что отсутствие внимания с противоположного пола, оно однозначно влияет на самооценку. Вопрос, почему отсутствует это внимание? Мы на куче примеров, в принципе, в жизни видим, что любят всяких. Может быть, вообще дело не во внешности, может быть, дело в чем-то другом. Вопрос, который вот прежде был задан по поводу силы и слабости, да? Если женщина себя не любит, но очень тяжело мужчинам, мне кажется, быть, ну и женщинам тяжело, то есть быть с человеком, у которого серьезные психологические проблемы, который себя не любит, который себя гнобит, когда людям вдвоем хорошо, когда они не лечат свои психологические проблемы один за счет другого. Если она находит его, чтобы он ее решил все ее материальные, психологические какие-то проблемы, но это больные отношения, то есть это вылиться во что-то нездоровое. Соответственно, если встречаются два здоровых человека психологические, им просто вдвоем хорошо должно быть, просто хорошо, совершенно по-другому все идет. Но я проявлю скепсис, и типа я злой полицейский, я скажу, что я никогда не поверю, что хотя бы раз ты не пробовала похудеть. Пробовала. Я вообще даже спорить не буду, я не пропагандирую лишний вес. Я абсолютно честно, откровенно там на аудиторию 200 тысяч скажу, что я хочу похудеть. Ну, я, наверное, недостаточно хочу похудеть, потому что я не похудела до сих пор. Но я абсолютно искренне скажу, что я не хочу похудеть до размера S или M. Мне бы хотелось похудеть до размера XL, со своих там 3XL до XL, вот вообще супер. Но я пробовала, да, меня не хватает, ну, то есть я, видимо, не настолько хочу еще, чтобы... Отказаться от вкусной еды. Ну, да, причем, смотри, по поводу вкусной еды. Сейчас куча народу по-любому возразит, что нечего жрать. На самом деле не все женщины, находящиеся в размере плюс-сайз, реально просто без конца жрут. У меня рацион питания там условно вечером, то есть я не ем ведро картошки с ведром майонеза. Я вообще не ем практически майонез и не ем практически картошку, в том числе, потому что в Италии картошка невкусная. И майонез тоже. Зато в Италии столько другого вкусного. Да, но все равно это мясо, это рыба, это абсолютно нормальное питание. Просто в какой-то момент мне кажется, что это как замкнутый круг становится, потому что все равно... Невозможно сказать, что полные люди абсолютно здоровые люди. Все равно какие-то сбои в организме есть. Вот есть же такое, от воздуха полнеешь, то есть вроде не... Ну, я понимаю, что сейчас тоже скепсис куча, но мне кажется, что это тоже работает. И я себя не оправдываю ни в коем случае, но, видимо, вот не настолько я и хочу, и созрела, и вот как-то я о каких-то других вещах больше задумываюсь, чем о похудении. То есть у меня какие-то другие цели пока в жизни. Я вот по поводу этого тоже хочу как бы не о себе уже сказать, а о многих, да, женщинах, с которыми я сталкивалась. Многие же вот начинают себя гнобить, говорить о том, что я не могу, не могу, не могу. Нет слова «не могу». Сейчас настолько много возможностей, начиная там от диетологов, спорта, медикаментов и в том числе бариатрических операций. Бери, выбирай. Ну, не можешь что, ты не можешь одно, у тебя не получается одно, попробуй другое. То есть я говорю, что я честно, ну, у меня это не в приоритете на сегодняшний день. Просто хотя я так уже чаще задумываюсь, потому что возраст, потому что все равно, исключительно с точки зрения здоровья, а не с точки зрения того, что я из-за этого буду счастливее, красивее, там еще что-то, исключительно с точки зрения здоровья, потому что, ну, есть нюансы определенные. А ты знаешь свой вес? Да. Секрет? Ну, я не знаю вот там до циферки, но я могу сказать, что да, у меня больше 120 килограмм вес. Почему я спросила, знаешь ли ты, потому что я в последнее время встречаю женщин, которые вообще не знают, сколько они вес. Я просто взвешиваюсь каждый день. И когда я об этом сказала в редакции своей, меня одна из моих сотрудниц, очень умных, предупредила, говорит, тебе не кажется, что ты вес как расстройства пищевого поведения? Это не нормально, типа взвешиваться каждый день. Я говорю, Машка, я делаю это много лет. Как часто ты взвешиваешься, вот чтобы понять, насколько это приоритет или не приоритет? Я не взвешиваюсь каждый день, это однозначно, но у меня стоят весы в ванной, а я периодически начинаю там разгрузку организма, начинаю там пить 3 литра воды в день. Особенно вот это с водой связано, потому что мне очень сильно помогает вода. Тогда я контролирую, потому что мне просто интересно. То есть я выпила 3 литра воды, и у меня такая раз за неделю там 6 килограмм ушло. Ну вот 10 килограмм туда-обратно сгонять, это вот вообще вот нефиг делать. Я больше ориентируюсь, наверное, на объемы вещей. То есть если что-то становится совсем туго, то значит вот какая-то планочка уже пересеклась. У меня просто большой достаточно гардероб, и мне как-то накладно все это вот менять. У меня там 5 шкафов условно. Ты прикольно пошутила на нашем предварительном интервью, что если ты похудеешь, ты раздоришься в этом месте. Я раздорюсь просто, да, потому что он у меня там копится, копился. Я уже так задумываюсь, если я там сильно похудею, там килограмм на 30 себе похудею, что я буду делать, что я смогу носить, что я не смогу носить, что мне придется там перешить, потому что есть вещи любимые. Ну, в общем, может, это тоже, кстати, держит запросто. А теперь про твои приоритеты давай поговорим. Правильно я понимаю, что путешествия, посмотреть мир, узнать вообще, из чего соткана наша планета, это один из твоих главных приоритетов. Да, мы в этом плане очень сильно совпали с моим мужем. Он заядлый путешественник, он до меня, наверное, посетил 50 стран, это как минимум. То есть он путешествует там с юных лет. И мы с ним в том числе как бы сошлись на вот этом. Потому что я путешествовать люблю, но в связи с тем, что я жила на Урале, у нас достаточно все было тяжело в плане логистики. Дорого. Да, как из Италии объехать 20 стран? Ты просто садишься на поезд и вот так по кругу едешь. Ты там тратишь на это месяц, ты объехал 20 стран. А у нас же это все дорого. Понятно, что когда мне там 20 лет, 25 лет и так далее, у меня приоритетом была работа. Я эти 10 лет просто потеряла, потому что я там работала условно. И в общем мы сошли с ним на этом. И сейчас мы с ним путешествуем. У нас, наверное, получается где-то один серьезный такой ваяж в год. То есть там недели на две, на три. И коротеньких по там несколько дней мы выезжаем как вот, как получится, ну раза три-четыре в год точно. То есть я могу сказать, что каждые два месяца мы куда-то едем за границу Италии. Я не считаю сюда свои приезды и его приезды в Россию. И я не считаю сюда какие-то короткие путешествия на выходные по Италии. Можно сказать, что ты живешь в кайф? Да. Исключительно в кайф. Вот смотри. Я живу в Екатеринбурге, сегодня у нас минус 20. Ты в Милане. Я встала сегодня в 6 утра. Сделала с ребенком со своим доклад по английскому, который не успели вчера. Потом вышла на улицу, отскребла машину, потому что она была похожа на сугроб, и заиндевела стекло даже изнутри. Мы доехали до школы. Я тащила лыжи на себе его, погрузила его в школу, вернулась по пробкам обратно. Уже слегка такая на нервах. У меня еще была сегодня тренировка. Сказать, что я туда не хотела ехать, это ничего не сказать. Я просто, я не знаю, просто на морально-волевых. Туда приехала, потом работала над сценарием, грим и так далее, и вот я здесь. И еще я в офис хожу почти каждый день. Ты при этом живешь в Милане, путешествуешь, у тебя 5 шкафов, у тебя нет ребенка, которого нужно возить в школу, тем более с лыжами. Что со мной не так? Где я свернула не туда? А если серьезно, мне очень понравилась твоя фраза про то, что твоя жизнь, твое замужество даже отчасти, ты замужем, кстати, мы до сих пор вам не озвучили, за итальянцем, да, за итальянцем, красивым, образованным путешественником, вообще просто полностью самодостаточным человеком. Я специально обращаю на это внимание, потому что я увлекаюсь тоже Италией и много про них знаю. То есть мужчине жить 40 лет с мамой, это у них вообще нормальная история. Вот, это, слава богу, не про твоего мужа. Не мой случай, абсолютно. И когда мы говорили, ты сказала мне про то, что жизнь твоя и все, что с тобой происходит, это просто как грамотная маркетинговая стратегия. То есть все, что я перечислила о себе и все, что ты перечисляешь о себе, получается, это нашими собственными руками сделано. Ты грамотно простраиваешь, ну, условно скажем, маркетинг своей жизни. Когда ты стала так проектно относиться к своей жизни, нет ли в этом цинизма какого-то, скажи мне, и научи. Ну, мне кажется, что цинизм в этом есть определенный однозначно. Ну, это может показаться, наверное, со стороны, что да, это цинично. Где я этому научилась? Я ехала сюда и раздумывала по этому поводу. Я поняла, что меня этому научили. Я вообще закончила Академию Госслужбы. И когда я закончила, у меня была проблема с тем, куда пойти работать, потому что у меня не было прикладных знаний. Я знала все, а специальный менеджер государственного муниципального управления. То есть в госмуниципального управления вот однозначно нет после практик в облдуме и в администрации города Перворальска. А прикладных знаний нет. То есть вот меня вот это всегда очень сильно напрягало. Но сегодня я поняла, что прикладные знания, наверное, я не получила. Но нам очень хорошо объяснили, как планировать и стратегии. Я вынесла оттуда офигенную вещь. Называется матрица свод. То есть любую ситуацию, в которой ты оказываешься, ты воспринимаешь с точки зрения себя с сильных сторон, слабых сторон и ситуацию, и ситуацию с точки зрения возможностей и угроз. Все, ты просчитываешь любую ситуацию таким образом. И таким образом любая смена картинки, любая ситуация жизненная может быть решена по-разному. Вот по сути я это точно так же мыслю и стратегически планирую жизнь. Я никогда не пишу планы на год, я никогда не пишу никакие визуализации, я вообще об этом не думаю. Я просто знаю, что через какое-то время я должна оказаться в этой точке. Все. И потом я думаю, как я в ней должна оказаться. Причем я абсолютно тактически фиговый человек, потому что я не выдерживаю, как сказать, ритма. То есть вот опять же к вопросу, занимайтесь спортом, вот ты пошла в спортзал, а я бы, наверное, пошла пить кофе. Вот к вопросу, почему я 100+, а ты нет. Потому что мне себя в некоторых моментах сложно заставить, при всем при том, что у меня там миллиарды дел и работа и все остальное. Но какие-то вещи вот прям каждый день мне делать довольно сложно. Я на них забиваю и потом продолжаю, когда чувствую, что нужно делать. Но стратегически я всегда понимаю. И мне кажется, вот где-то с юности, наверное, вот у меня это появилось. Ну и это относится ко всему абсолютно. Ну вот, например, как я мужа выбирала к вопросу. Ты второй раз замужем, ты была замужем в России, вы развелись. Это такая, я бы сказала, классическая ситуация, когда вы перестаете друг к другу подходить. И как ты стратегически себе намечтала мужем? В какой-то момент я просто поняла, для себя решила. То есть мне было уже больше 30 лет. И проблема не в том, что я в России не хотела бы, потому что у нас есть достаточно много достойных мужчин. Дело в том, что рынок женихов в России маленький. Маркет, маленький. Маленький рынок. То есть мы находимся на маленьком рынке. Причем я на этом рынке тоже не самый востребованный продукт, скажем. Все, вот, маркетинг. Соответственно, мы идем искать новые рынки. Где рынки новые? Европа. Это просто. Это вообще просто очень. То есть на том рынке я как бы как 30 плюс женщина, я вообще еще молодая. То есть у нас это капец уже старый, уже все, ищи там саван, ползи на кладбище. Там я абсолютно юная совершенно девушка. Там достаточно много свободных мужчин. Ну и я не скажу, что это, я прям искала вот так вот. Искала, просто как-то так получилось. И как-то получилось вот с Италией. Расскажи, расскажи вкратце, да, это интересно. Первый раз я в Италии оказалась в 2011 году. И путешествовала от Рима до Рима, Флоренция, Милан. Милан, мне очень понравилась страна. Причем мне Милан понравился очень сильно по духу, потому что мне он показался таким же, как Екатеринбург. То есть таким деловым, несомненно, более красивым с точки зрения архитектуры. И плюс ко всему, я жила не в самом Милане, а в пригороде на западе. Каннеграты, по-моему, он называется. И я просто гуляю как раз по этому маленькому городку. Боже мой, как тут классно жить, как бы мне этого хотелось. Вот, ну на этом, в принципе, все закончилось. То есть потом я приехала в Россию, поняла, что я что-то хотела бы привезти из Италии. И это что-то вылилось в то, что я начала учить итальянский язык. 2011 год. Я нашла репетитора, три месяца я с ней занималась. Мне очень повезло, потому что у меня сестра лингвист. И она тоже пошла со мной учить. Мы с ней общались и, в общем, у меня была практика. Потом я ездила еще несколько раз в Милан. И я просто ходила и приставала к людям. Я заходила в любой магазин и начинала общаться. То есть они очень приветливые. Я начинаю говорить. Я прихожу, говорю, вы знаете, я русское плохо говорю по-итальянски. Они говорят, боже, как здорово. Начинаю радоваться, начинаю со мной говорить. Я там что-то, в общем, что-то я рассказывала. И после этого как-то, в общем, постепенно эта тема заглохла. У меня на сайте знакомств на одном очень известном висел профиль. Я зарегистрировалась, когда он только открылся, потому что это было что-то новое. И вот периодически я так захожу раз в год, пыль с него смахну, посмотрю, что там есть. И тут в какой-то там февральский вечер 2015-го, получается, года, я захожу, смахиваю, значит, пыль с этого профиля. Думаю, ну, а почему бы мне не скоротать вечер, не поговорить на итальянском языке. Я просто нахожу, значит, набираю Милан, возраст там 35-45 лет. И мне выпадает некий список итальянцев. А имея уже какое-то представление об итальянцах, я начинаю обращать внимание, с кем прежде всего живет этот итальянец. Потому что если это он живет не один, он либо живет с женой, либо он живет с мамой. То вообще не тот случай. Плюс там образование, потому что вообще итальянцы, они не очень образованные по-самому себе нации, у них это не в приоритете. И я тут натыкаюсь на профиль своего будущего мужа, который с высшим образованием, плюс живет один. Мне кажется, я первый раз такого увидела. И плюс еще профиль там заполнен достаточно подробно, то есть там про путешествия, про музыку, про все. То есть человек явно не пришел просто там время скоротать, там, не знаю. Не за сексом надо больше. Да, не за сексом за одним. То есть пришел за чем-то знакомиться. И я ему написала по-итальянски «Ciao come va», «Привет, как дела?» условно. У нас с ним завязалась переписка, и мы, в общем, как-то вот, как вот говорят, что люди как будто встретились, всю жизнь были знакомы. Вот это вот завязалась переписка, причем она была долгой, мы год почти не встречались. Я стратегически планирую, а он тактик очень серьезный. У него на год вперед жизнь расписана. Как раз путешествие. Путешествие, еще что-то. Не предприниматель, поэтому он наемный работник, и у него, естественно, есть отпуск. И если вот этот отпуск так, то он, если он уже заполнен, он не может больше взять и приехать в Россию. У меня там со своей стороны тоже были по работе дела, в общем, одно другое. И, в общем, мы с ним почти год общались. Он мне за этот год успел прислать цветы на день рождения в Первоуральск. Открываем, приходит курьер с букетом. Ну и, в общем, вот мы через год почти встретились. В январе 2016 года я прилетела в Милан. Сразу вопрос, почему он мне не оплатил поездку? То есть это же часто очень знакомство с иностранцами. Он должен, он должен. Это был в том числе и его, и мой выбор, потому что мне не хотелось ехать к человеку, которого я не знаю, ехать к нему домой или в отель или как-то. Ну, то есть какой-то, попадать к нему в зависимость, быть ему обязанной чем-то. Ну и, соответственно, у него было то же самое, потому что он, ну, во-первых, он меня не знает, почему он должен мне оплачивать отель, поэтому... Как два независимых человека, интересующихся друг другом, мы встретились. Да, мы вот так и встретились. Провели там очень классную неделю в Милане, и потом я поехала в Прагу. У меня следующим пунктом путешествия была Прага, и он приехал ко мне в Прагу еще почти на неделю. Все, после этого, в общем, мы с ним уже перешли на новые этапы отношений, в том плане, что... Надо было решать, где вы будете жить. А вообще куда она пойдет, потому что встречаться в ресторанах, прогулках, там, путешествовать, это все очень круто, но это нереальная жизнь. Мне хотелось понять, насколько с ним есть смысл продолжать отношения. И мне надо понять, то есть если я когда-то... То есть хотела бы я с ним жить в одной квартире или не хотела бы? И я ему сказала, что, дорогой, все как бы зашибись, но через месяц-полтора я к тебе приеду на месяц. Он такой, ну, окей, давай попробуем, как вообще, ну, в быту это все происходит. Ну, все прошло замечательно. Ну, суть, потому что вы счастливы, вы женаты, да? Да, очень, очень вообще прям очень замечательно. Ну, вот совпали абсолютно по всему. Друзья, я сейчас намерена вырвать вас из той реальности, в которой вы находитесь. Смотря мое интервью, я знаю, что многие из вас делают это с чашкой чая, как-то размеренно, вечерами, на больших экранах. Это очень классно, и спасибо, что вы это делаете. И самое время нам будет совершить небольшое, кратковременное, но буквально магическое путешествие. Я нахожусь в бутике Imagine. Он расположен в торговом центре Европы, в Екатеринбурге. И мой фантастический приз, сертификат на целых 15 тысяч рублей, сегодня адресован тем нашим подписчикам, которые живут в Екатеринбурге. Я хочу, чтобы вы тоже пришли сюда. Пришли сюда ногами, погрузились в волшебный мир эксклюзивных ароматов, лучшей парфюмерии и косметики, собранной по крупицам со всего мира и представленной здесь. Кстати, ряд ароматов и марок, которые вы здесь можете найти, они продаются в России только здесь, в Екатеринбурге, в этом бутике. Вообще, я должна сказать, что такие предприниматели, которые просто открывают нам окно в параллельной реальности, достойны уважения и аплодисментов. Это очень сложно, и несмотря на то, что очень красивый бизнес. Давайте его поддержим как минимум подпиской на Instagram Imagine, сейчас адрес странички на экране, и содержательными комментариями по теме. Я бы хотела, чтобы вы написали мне сегодня под этим видео. Не просто, что вы мечтаете получить этот сертификат. Напишите, пожалуйста, как на ваш взгляд эта покупка, покупка какого-то выдающегося аромата, которого, быть может, всего несколько флаконов во всем мире, изменит вашу жизнь. Я уверена, что жизнь при совершении таких покупок реально делится на до и после. Вы уже будете не согласны на меньшее, вы уже не пойдете на компромисс. Это для вас, называйте, эмоциональная растяжка. Может быть, это мечта о новом уровне финансового вашего положения. Все, что угодно. Итак, если вы хотите получить сертификат от бутика Imagine, и вы живете в Екатеринбурге, вы должны выполнить несколько простых условий. Конечно, быть подписанным на канал не принято обсуждать. Подписаться на Instagram Imagine и написать комментарий, как этот подарок, этот сертификат, ваше обладание новым эксклюзивным ароматом изменит вашу жизнь. А сейчас я хотела бы провести для вас небольшую экскурсию по бутику. Бодичея. Бренд-любимчик европейских аристократов и арабских шейхов ни много ни мало. Достаточно дорогая линейка, но с нашим сертификатом чуть-чуть добавили, и себе можно это позволить. Марк является постоянным партнером ведущих мировых гольф-турниров, например, и компании Rolls-Royce. Ну, в общем, вы понимаете, Rolls-Royce среди ароматов. Это линейка Raja Parfums, бренд от легендарного профессора Raja Duff. Он фанат своего дела, до иступленного совершенства доводит все, к чему прикасается. О выдающемся оформлении можно даже не говорить, вы видите все своими глазами. Мне очень нравятся названия говорящие, например, олигарх, созданный аромат специально для России. И тоже вы должны понимать, что это ограничивается, ну, буквально там, несколькими сотнями флаконов на весь мир. Есть сон в летнюю ночь, посвященный Шекспиру. Это аромат специально для англичан созданный. Мне очень нравится аромат и название Каренина. Он не конкретно Анне Каренине посвящен, но это такой, знаете, ой, это фантастика. Это поезд, который из Европы живые цветы ввез в заснеженный Петербург. Очень драматично, очень красиво, очень пафосно, невероятно. Это то, что, безусловно, может изменить нашу жизнь, когда мы соприкасаемся. Это высокое искусство. Ну, и мне очень нравится Danger. Пожалуйста, название тоже. Опасность, Энигма есть. И есть название Скандал. Скандал мужской, скандал женский. Какой скандал вы предпочитаете? Можете пользоваться в паре. Будет скандальная семейка. Это полки Parfums de Nicolai. Жемчужина коллекции Imagine. Создатель бренда Patrice de Nicolai. Аристократка. Потомок знаменитых семей Guerlain. Также она президент Версальского музея парфюмерии. И вообще, один из лучших профессионалов индустрии, признанная как поклонниками этого высокого искусства, так и своими коллегами во всем мире. Коллекция бренда представлена практически полностью здесь у нас, в Екатеринбурге. И, что характерно, цены не отличаются от фирменного бутика в Париже. Поэтому можете ощутить себя настоящей парижанкой, придя сюда и выбирая, точнее, примеряя любой из понравившихся ароматов. Легендарная ангельская груша. Вынуждены были прерывать съемку, потому что конкретно за этим ароматом приходят люди. Наносят его, думают, мечтают о нем. Я думаю, что вас может постигнуть та же участь. Когда окажетесь в бутике, попробуйте именно его. Мне тоже очень нравится. А это уголок эксклюзивнейшей косметики. Сейчас про нее я расскажу. Но вы вообще должны иметь в виду, что в процессе этого путешествия в бутик Imagine я вообще нахожусь в измененном состоянии сознания. И, честно говоря, не знаю, насколько адекватно то, что я рассказываю. Я вам клянусь, ты действительно попадаешь как будто бы в другую реальность. Такое обилие интересных запахов. У тебя совершенно другие мысли начинают крутиться в голове. Это я вам еще не рассказывала про чудесные интерьерные ароматы, которые здесь есть. Вы также на сертификат можете выбрать и их. Заповедный лес я совсем недавно купила в подарок своему любимому мужу для его кабинета. И цитрусовый аромат мы выбрали для дома, для кухни. А сейчас о косметике, которую вы также можете найти в Imagine. Это стенд By 3. Очень модный люксовый бренд декоративной косметики. Содержит в себе отличные уходовые компоненты в том числе. Это Эва Гарден, профессиональная косметика из Италии, с собственными формулами, очень дорогими пигментами в составе. И буквально легенда минерального мира Джейн Эрдейл, люксовая минеральная косметика. Ее можно использовать даже после пластических операций и глубоких пилингов. Настолько бережно она относится к нашей коже. И еще обращу внимание на эту полку мыла итальянское и французское. Вы можете купить такое мыло, например, в Ницце или Флоренции, а можете здесь, в Екатеринбурге, в бутике Imagine. И даже если вы не выиграете сертификат, который мы сегодня вам предлагаем в качестве подарка, просто так приходите, чтобы познакомиться, чтобы заглянуть в новый мир и почувствовать новое качество жизни. Безусловно, каждый из нас этого достойно. Не забывайте, три простые условия. Подписка на канал не принято обсуждать, подписка на Инстаграм Imagine и ответ на вопрос. Как этот подарок, как новый сверхъестественный эксклюзивный аромат может изменить вашу жизнь? Как вы думаете? А я уверена, что это произойдет. Я хочу обратить внимание, особенно на вот какой момент в твоем рассказе, что ты сначала сама по себе, просто потому что ты тоже любишь путешествовать, приехала в Италию, путешествовала, нашла провинцию, где тебе вдруг понравилось, и просто такая призрачная мысль мелькнула, вот бы здесь пожить. Что же взять из Италии? Возьму-ка я итальянский язык. То есть не будучи знакомой, не планируя, не было это расчетом. То есть везет тому, кто везет. И ты, вот начав мастить, выкладывать вот эту дорожку своей жизненной пути, все сделала и все, как сказать, что ли, подготовила к тому, чтобы с тобой случился этот счастливый случай, встреча, и ты могла на одном языке общаться со своим любимым. Вот, самое-то важное, о чем я не сказала, что я ему писала сразу на итальянском, о чем упомянула, и он мне потом уже говорил, что если бы ты мне написала на английском, не факт, что я бы тебе, с тобой бы стал переписываться. Потому что он говорит, ну, я не хочу напрягаться. Он на самом деле не сошел вообще, то есть он не любитель соцсетей. И на этом сайте он оказался исключительно по той причине, что его просто заставил друг, который осознанно искал девушку из России, там, из Беларуси, ну, какую-то славянку. Он женат на, ну, сейчас мы дружим, из Питера на девушке. То есть он нашел раньше, и он, когда нашел, он просто заставил моего мужа, зарегистрируйся, тебе уже, блин, за 40. И он зарегистрировался, ну, и, в общем, видимо, я попала в тот момент, когда он только там сколько-то месяц, может, два повисел. И он говорит, если бы действительно это был английский язык, он бы просто не стал бы со мной общаться, потому что, ну, это сошло бы на нет, потому что это тяжело. Ну, я вообще считаю, такой маленький-маленький совет девушкам, которые хотят познакомиться с иностранцами, вы вот выберите для себя, если страну, вот вы однозначно хотите, Германия, учите сразу же немецкий язык, потому что английский язык не родной ни для него, ни для тебя, и вы, и так-то тяжело вам выразить мысли, чувства, там, что-то еще. Вы можете просто друг друга не понимать. Чей-то хотя бы язык должен быть родным, чтобы человек мог все объяснить, что он хочет сказать. Или он тебе изначально там говорил, что это одно, ты там в это поверила, потом он тебе там говорил, у меня вилла. А вилла в Италии – это обычный дом. То есть он там вилла-вилла привозит тебя там куда-нибудь на Сицилию, а у него там избушка на горьих ночках в деревне. Вот, и ты такая, опса, я из Москвы, а что я тут делать буду? Ну, то есть масса таких, на самом деле, примеров. Знаешь, по фильмам в основном представляют итальянский брак, итальянскую семью, очень темпераментную, громкоговорящую и жестикулирующую. Можете так сказать про вашу семью или вы спокойные? Нет, вообще нельзя. Транквилло. Транквилло. Мольто-мольто транквилло. Ну, во-первых, я очень спокойная, я не эмоционирую сильно, а он тоже, в принципе. Но он такой больше итальянец, он же итальянец. Он больше меня итальянец. Поэтому он может, ну, в какие-то моменты, но он очень тоже спокойный. И тут немножко нужно различать менталитет. Вот такой классический, как вот мы себе представляем итальянцев, когда это шумный, жестикулированный, вот это вот с шевелюрой там черных волос, копной, это юг, это южание. А север, где Милан, Турин, вот это больше такие, ну, они на нас больше похожи. У меня вот, если мужа увидишь, то ты сразу же не догадаешься, что он итальянец или не итальянец. То есть он может быть и, в принципе, и немцем, наверное, и так далее. Но у меня друзья, кто имеет знакомых итальянцев, все говорят, что у тебя не итальянец, у тебя неправильный итальянец муж. Он человек мира больше. Он человек мира, да. Потому что итальянцы очень многие, они вот живут в своей деревне, даже молодые, ну, то есть там условно 40 лет, могут быть, в том числе, очень там локально жить. То есть для меня было, я живу в 15 километрах от Милана, ну, вот для нас Екатеринбург и 15 километров от Екатеринбурга, ментально это одно и то же, если мы говорим о нашем поколении, если мы не говорим о поколении наших прабабушек. А у них ментально это небо и земля, потому что это менталитарий поэзи, то есть такая деревенский менталитет и миланский менталитет, это вот несколько такие разные вещи. То есть они так очень бывают, локально живут, путешествуют по Италии, там за границу поехать, это прям целое событие, хотя за границу это вот оно рядом, ну, максимум там Испания, ну, Франция. Ну, в Германию мы на Октоберфест съездим, там собраться, уехать в Шри-Ланку, уже это вообще паника, паника. Тебя за итальянку, наверное, принимают, когда ты по-итальянски беглый говоришь, ты такая жгучая. Да. Ну, миланцы нет в меньшей степени, потому что, ну, они слышат акцент. А Италия же вообще, в принципе, это страна, где итальянский язык, он появился классический, который я учила и учу, на котором они все разговаривают, он появился лет там меньше 200 назад. Это флорентийский диалект. А вообще Италия, она как такое полотно. Они друг друга не понимают в флоренциях некоторых. Они все, многие говорят на диалектах. В той же Флоренции, пусть он классический, я приезжаю, уже половину слов не понимаю. Поэтому вот именно вот не ломбордицы, не миланцы меня, в принципе, могут принять и даже за итальянку. Было пару таких случаев, когда там общаешься, я пришла, я сдавала на права. Я пришла в магазин, такая пожилая сеньора-продавец в книжном магазине. Я пришла с надеждой, что я могу купить русско-итальянский словарь и притащить с собой на экзамен, потому что говорят, раньше это было возможно. Я прихожу, спрашиваю у нее словарь, русско-итальянский, итальянско-русский. Разговариваю с ней, и она меня спрашивает, а вы словарь хотите купить для вашей боданты? Боданты — это сиделка для пожилого человека. Очень много в Италии боданты украинок. Славянский, да. Славянский, да, в основном это украинки, но есть и русские, но меньше гораздо. И она считает, что вот мне нужно... Я говорю, так нет, это я себе. Она говорит, а вы не итальянка? Я говорю, нет, а вы не слышите, что я с акцентом разговариваю? Она, ой, вот сейчас слышу немного, а до этого я не слышала. И вот у меня несколько таких случаев было. Прикольно, это очень классно. Это говорит про то, что ты достаточно легко и гармонично ассимилировалась. И добавляя к твоему стратегическому отношению к жизни, вот краски к портрету, ты, во-первых, смогла еще достаточно легко переехать, потому что у тебя бизнес, который не требует твоего присутствия. То есть в свое время, правильно я понимаю, ты, поняв, что ходить каждый день в офис и работать на кого-то, это тоже не твоя история, это очень укладывается в твою вообще парадигму, жить в кайф и делать то, что ты хочешь, наслаждаясь, выбирая свои приоритеты, ты построила работу так, что ты можешь находиться в любой точке мира. Все правильно? Опять же, до того, как ты познакомилась со своим мужем. Да, ты построила империю. Ладно, не империю, но да, да, это был вот как раз момент. У меня на самом деле жизнь, видимо, подтолкнула к этому, потому что я работала, ну, как все мы работала, и многие из нас в офисе, я работала в рекламе много лет, я работала в Москве, я работала в Екатеринбурге, и когда у нас грянул кризис 2008-2007 год, в общем, первое, что схлопнулось, это была реклама. Я думаю, это помнишь тоже хорошо. Соответственно, все, у меня, ну, стало нерентабельно уже работать, скажем так, у меня были там свои затраты, я, у меня не было ипотеки, но у меня тоже были кредиты там за квартиру и так далее, я просто собрала волю в кулак, закрыла все кредиты и ушла в свободное плавание. И, в общем, жизнь меня там подтолкнула, не буду рассказывать про что там, много было, много было разных работ, которые я перепробовала, там, вплоть до того, что я там садила цветочки на клумбах в Екатеринбурге, ну, это было, надо было как-то пережить лето, в общем, я для себя искала, это был ландшафтный дизайн, я там училась в архитектурной академии, тоже это, ну, тоже определенное хобби, которое могло бы вырасти в профессию, если бы я пошла по этой дорожке. Но, в общем, меня это вытолкнуло в то, что я начала сама на себя работать и потихоньку-потихоньку стала зарабатывать. В какой-то момент, когда появилась уже возможность не ходить в офис, соответственно, появилось время для путешествий, для такой более жизневольной, соответственно, я для себя тоже решила, что вот этот бизнес, он должен быть таким, чтобы им можно было заниматься, не то, чтобы он не требовал моего присутствия, он мог жить вне зависимости от того, где я нахожусь. То есть в любой точке мира я открываю компьютер, у меня все автоматизировано, все онлайн, все вот так вот, и, в общем, все как бы и получилось. И когда я переехала в Италию, то, по сути, я просто с одного стола компьютер переставила на другой за 5000 километров, все. Тебе важно быть финансово независимой от мужа любой национальности? Да, абсолютно, абсолютно точно. Абсолютно важно. У меня муж не миллиардер, который вообще не считает деньги. Он очень рационален у нас, он неплохо зарабатывает, но он при этом не итальянский миллионер. И в Италии затраты, они расходы гораздо выше, чем в России абсолютно. Потому что у меня только страховка на машину, которая, это не каска. Я плачу в год порядка 70 тысяч рублей. Осаго и от угона. Потому что у меня машина на улице, белый Мерседес, а там же румыны, цыгане, которые, как белый конь, они просто и белый Мерседес увели. Поэтому вот там очень большие расходы. Белый Мерседес ты сама себе купила? Да. Я купила сама себе белый Мерседес паркетник. Соответственно, для меня вот это важно. Я выбрала ту машину, которую я хотела выбрать, а не ту, которую мы могли бы купить. То есть я могу там себе купить десятую дубленку, условно говоря. И мне внутренне не надо объяснять. Пошла и сделала. Это вопрос, опять же, собственного комфорта. Мне так комфортно. При всем при том, у нас нет разделения расходов пополам. Мы не как говорят, что европейцы, пришли кофе поделили. Он мужчина, он обеспечивает мне безопасность. То есть дом, еда, какие-то вот такие нужды. А вот элементы удовольствия, элементы там какого-то развлечения. Если мне это хочется, я это уже как бы трачу на семью. Ну, на него. Мы ездили этой осенью в Сингапур. И я, допустим, ему подарила ночь вот в этом, в отеле с бассейном. Просто я говорю, давай вот, давай вот я тебе подарю это. Даже при твоей страсти к путешествиям, при том, ты не готова отказаться от работы. Я не готова отказаться от работы. Более того, она у меня постоянно наращивается. Потому что если вот мы говорим сейчас о второй моей работе, которой я занимаюсь в Италии, это стилистика, шоппинг-сопровождение, атлеты туда-сюда. Плюс это не только шоппинг. Это в том числе и некая организация отдыха под ключ с какими-то ресторанчиками. То есть все, что угодно. Это мне как бы в кайф уже работа, потому что мне это очень интересно. У меня вот эта тема одежды, как одеваться, она мне идет с детства. И опять же, потому что это плюс-сайз. Во-первых, это опять же стратегия. Сейчас я объясню, почему. У нас мир развивается очень быстро, и ты просто не знаешь, в какой момент, где у тебя выстрелит, а где у тебя сдуется. Поэтому я каждый год начинаю с того, что я понимаю, что это, может быть, мне уже не перенесет такой доход, и я начинаю завоевывать новые рынки. Потихоньку тот же самый блогинг. Почему? Я не говорю, что я там мегаблогер, и я зарабатываю на этом деньги. Я на сегодняшний день не зарабатываю на этом деньги, ну не считая того, что там клиенты ко мне приезжают. Но если я в какой-то момент захочу на этом зарабатывать, то у меня есть аудитория, которая мне доверяет, и я смогу там что-то рекламировать и так далее. У меня всегда как бы есть какая-то некая стратегия, и это стратегия, в том числе стратегия защиты. Банально, я живу в другой стране, и произойти может в любой момент все что угодно, даже с моим мужем. И что я буду делать? То есть на что я буду жить? Тоже, опять же, миллионы таких историй. Мне импонирует очень эта позиция, и ты не зря говорила про силу в начале нашего интервью. Скажи, пожалуйста, возвращаясь к твоему письму, которое изначально пришло, и которое было вообще по другой теме. Хотя я очень рада, что мы говорим про красоту вне стандартов, про то, как переехать, что такое жизнь с иностранцем, и вообще жить в другой ментальности, в другой реальности и так далее. В какой момент ты приняла для себя решение, что ты не хочешь иметь детей, что ты не будешь рожать, и что ты посвятишь свою жизнь планированию, стратегическому проживанию только тому, как хочешь именно ты, конкретно ты? Ну, абсолютно однозначно в этом утвердилась, наверное, в последние два-три года, вот когда, ну, я уже подошла ближе к сорока годам. То есть надо или сейчас рожать, или уже эту тему закрыть. Да, и когда вот мы как раз встретились вот с Маурицио, зовут у меня мужа Маурицио, нужно как-то, какое-то понимание. В прошлые годы всегда было время, еще есть время, какие-то были тоже другие приоритеты, и, наверное, уже анализирую, я понимаю, что если бы я сильно хотела детей, то я бы, ну, то есть их, они бы у меня были. А у меня это всегда был такой пункт, который для меня всегда такой, что я не уверена. Я завела кошку лет, наверное, сколько, шесть лет назад, исключительно потому, что это кошка, и с ней не надо каждый день гулять, и она достаточно самостоятельная. У родителей очень много животных, у них там пять собак всегда, у них кошки, у них свой, ну, дом большой, свой, где много животных. А я выросла с животными, но при этом я себе завела животное, только это потому, что я нестабильная, я могу сегодня быть здесь, а завтра и поехать туда. То есть это ответственность. То же самое с ребенком. Ребенок — это не кошка, ты не возьмешь этого ребенка и несешь в передержку, или в гостиницу, или там к бабушке с дедом там на месяц. Вот. Поэтому, ну, кошка у меня в итоге осталась в России у родителей, потому что, ну, мне, во-первых, ее жалко вести, для нее это будет стресс, во-вторых, нам ее просто банально, на моменты наших поездок ее не с кем оставить. она живет, и хорошо, у нее там много друзей, вот, у родителей. И когда мы уже с мужем познакомились, он меня старше на 10 лет, и у него тоже не было детей, и мы с ним эту тему стали обсуждать, он мне сказал такую мысль. Во-первых, он сказал, что, ну, мне нужна только ты, и, в принципе, мне не важно, будут ли у нас дети и так далее. Плюс, я за тебя переживаю, потому что так или иначе, это все равно стресс для организма, плюс я не 20-летняя девочка, и так далее, что я не могу тебя подвергнуть каким-то таким рискам. И третья фраза, которая, вот, она вписалась в мою, вообще, просто вот эту линию, что лет 5 назад, 7 назад, да, то есть мы бы это попробовали, но в тот момент, когда он подойдет, там, к рубежу 60 лет, а я 50, мы предпочтем лежать на пляже где-нибудь, там, на пальме в Дубае, нежели идти с ребенком, там, вести ребенка на футбол или там в секцию рисования. Просто какой-то момент, просто его перешагнули, но это не плохо, не хорошо, я не child free абсолютно, но у каждого свое, кто-то реализуется, смотря в чем, это опять же наш выбор. я не скажу, что я однозначно уверена в том, что мой выбор правильный. Я вообще не уверена ни в каком выборе в своей жизни. Я абсолютно себе отдаю отчет в том, что я в какой-то момент могу о каком-то выборе пожалеть, но я не буду говорить, что это виновата, там, погода, родители, правительство и там еще что-то. Это был мой выбор. Ну что ж, красавцы и красавишны мои, у меня есть для вас шикарная новость. Я не буду утомлять вас информацией о том, что я являюсь преподавателем и создателем школы интервью Бу-Бу-Бу, школы, в которой мы учим людей взрослых. Круто, вдохновенно и интересно рассказывать о себе и о своем деле. Если вы хотите создавать личный бренд, продвигать свой бизнес, делать онлайн-продукт, выступать и так далее, школа есть, суперкурс есть, это 24 урока полноценной энциклопедии коммуникации. И прямо сейчас в честь наших любимых гендерных праздников у нас суперакция. Есть активная ссылка не просто на покупку нашего курса со скидкой, а еще и на прохождение теста. По ссылке, которая размещена в описании к этому видео, проходите и определяете, ответив на несколько простых и интересных вопросов, какой вы спикер, на кого вы больше похожи. Может быть, вы обнаружите в себе частичку Радислава Гандапаса или Опру Винфри. Дерзайте, проходите тест и в результате пройденного теста получите секретный промокод, который дает вам скидку 1000 рублей на покупку нашего курса. Это значит, что для вас после прохождения теста он будет стоить всего 3800 вместо 4800. 3800 за 24 урока полноценной энциклопедии коммуникации по трем технология интервью и публичных выступлений техника речи и психология коммуникации. Три полноценных самодостаточных курса сплетенных в один хитовый продукт. Более того, эти уроки достанутся вам навсегда. Один раз открывается доступ, вы можете бесконечно пересматривать курс, к нему возвращаться, особенно к урокам по речи, которые сделаны как караоке. Можете их повторять вместе с нашим тренером Ксенией Грановской. На курсе вас ждет аж 4 преподавателя, а не только я. За качество ручаюсь. Я уверена, что вы не будете разочарованы. Ну а за 3 800 за эту смешную цену вы будете просто довольны и будете искать встречи со мной. Знаете для чего? Чтобы обнять меня и поцеловать и сказать «Ольга, спасибо большое!» Во-первых, за интересный тест, во-вторых, за промокод и скидку, в-третьих, за сверхкачественный продукт, прохождение которого гарантирует вам результат. Вот таким спикером можете стать. Если захотите, будете учиться, конечно, делать домашки. Ментально, мы про возраст так или иначе говорили, 30 лет и 40 лет в Европе, в Италии, в частности, воспринимаются по-другому. Да. Здесь, в 40 лет, ты должен предъявить какие-то бешеные, социальные еще какие-то успехи, результаты и так далее. То есть, ты это ощущаешь? Там легче? Глядя на тех же друзей мужа, которые, в принципе, в возрастной категории как раз 40-50 лет, я могу сказать, что они как-то вообще на этом не заморачиваются сильно о каких-то социальных успехах. Ну, несомненно, то есть, жить с мамой в 40 или в 50 лет, это не победа никакая. То есть, это не круто собственную квартиру иметь, какую-то профессию, но это не гонка или не предъявят счет. И мне кажется, они от этого намного счастливее и у них нет вот этого кризиса среднего возраста. Я вам уже спросила, я говорю, скажи мне, пожалуйста, у тебя был кризис среднего возраста? Он мне сказал, что, а что это такое вообще? Что, о чем ты вообще? О чем я была грустнее? О том, что ты там в своей жизни не достиг. Он говорит, а что, у меня хорошая работа, у меня там собственная квартира, я там могу себе позволить то, что я хочу, у меня нет проблем, там, я не выбираю, условно говоря, там, ну, я не выживаю, то есть я, у меня там прекрасная жена, сейчас как бы жизнь еще лучше. Ну, какой кризис среднего возраста? Из-за чего? Мне кажется, там меньше вот это социальное давление, ровно так же, как оно меньше в плане детей, потому что родители мужа, они никогда, то есть не, я его тоже спрашиваю, я говорю, а тебя родители, ну, там, внучка просят? Ну, он говорит, вообще никогда не было таких разговоров. Они, короче, чувствуют границы, уважают границы других людей. Какие-то определенные темы даже между друзьями, они не задевают, то есть это однозначно не тема заработка, это однозначно не тема, там, плакаться, займи мне денег, ну, вот такое вот, что я там бедная, несчастная, это не тема, допустим, там, детей, нет вот этих вот советов, которые непрошенных, которые у нас любят давать просто направо и налево. Ты очень классно сказала про ответственность за собственный выбор, можешь ли ты и про неуверенность в каждом выборе, потому что действительно по прошествии лет мы меняемся, все вокруг меняется, мы можем переоценить те или иные поступки, события. На данный момент ты можешь сказать, что это было круто и правильно, то, что ты переехал в Италию и насколько ты довольна этим выбором своим? Ну, абсолютно точно это было круто, я довольна этим выбором. Ну, пока на данный момент я вообще могу сказать, что все мои выборы, которые я делала в течение жизни, на сегодняшний день я не могу сказать, что я где-то ошиблась, что я где-то повернула не в ту сторону. Нет. Ну, то есть, все, что идет, как оно должно быть. Несколько лет назад появилась вот эта фраза «быть в потоке». Я никогда не ходила на тренинги вообще, но когда вот эта фраза появилась, я задала вопрос, что такое, начала искать, что такое «жить в потоке». «Жить в потоке» это реагировать на те какие-то импульсы, которые тебе там жизнь дает, там правильно. Блин, да я всю жизнь так живу. Зачем я начала учить итальянский язык? Я не знала, зачем я начала учить итальянский язык. Мне просто в этот момент стало надо учить итальянский язык. Я планирую какие-то точки, а как я дойду до этой точки, я не знаю на сегодняшний день. Оно как-то, ну, получится. То есть я всегда спокойна, что у меня там будет кровь, у меня будет там работа, у меня будет то-то. То есть до тех пор, пока есть здоровье, все это будет. И как всегда огромная благодарность нашим друзьям и партнерам отелю «Хаят Риженси Екатеринбург» и бару «Файерсайт», в котором мы записываем наши интервью. Огромное спасибо за гостеприимство. Я доподлинно знаю, что не только зрителям, но и героям всегда нравится здесь находиться Вероника, приехав из Италии. Будучи постоянно окруженной красотой, изумилась тому, как здесь классно. Да-да, есть и в Екатеринбурге местечки. Напоследок несколько таких легковесных вопросов я хотела спросить про твои татушки. Когда ты их стала делать, что этому послужило? Был ли это там, я не знаю, подростковый бунт? Потому что, конечно, европейцев гораздо больше татуированных, чем русских. Это на пляже очень сильно видно. Я одна хожу без татуировок. На пляже, когда я отдыхаю за границей. у меня три татушки. Одна на плече, одна вот здесь самолетик и одна на спине. Первую самую татушку я сделала в 99-м году. Это не был подростковый бунт. Это была сессия на третьем курсе. Это был экзамен по экономической теории в три часа дня. Я жила в общежитии, и мы с подружкой в ряду уже уча, все остальное. Блин, увидели в каком-то журнале там Cool Girl или что-то, я не помню, татуировку. Мы такие, о, а почему бы она мне сделать татуировки? Мы встали в 8 утра и пошли в первый павшийся тату-салон. Она себе наколола браслет, а я какой-то там кружочек какой-то там tribal, я не знаю, что-то такое. И вот у меня эта татуировка жила вплоть до прошлого года. Она уже, то есть 20 лет ровно. Она у меня уже такая стала бледно-серенькая, в общем, немножко деформировалась. И я в прошлом году перебила себе черепашку. У меня тут вот черепаха. Вторая татуировка, которая у меня на спине, это след от моего посещения Италии в 2011 году. Я набила ее в Италии. Просто шла, гуляла по улице, хочу татуировку, зашла в салон и сделала себе. Я не знаю, что это значит. Меня когда спрашивают, что это значит? Да не знаю, что это значит. Это память. Об этом моменте. Просто мне понравился узор. А вот этот самолет, это летом 2019 года он у меня появился. Мне понравился рисунок, мне понравилась идея путешествий. Я вообще люблю самолеты очень, потому что мне нравится за ними наблюдать. У меня на телефоне стоит флайт-радар. Мы ездим на пикник рядом с аэропортом Мальпенса. Берем пиццу, весной во время Пасхи ездим смотреть, как взлетают, садятся самолеты. Просто прикольно. Поэтому вот такой рисунок я выбрала. Будут ли еще? Наверное, да. Ну, мне вообще нравятся очень татуировки. Ты татуировки тоже не нагружаешь лишними дополнительными смыслами? Вообще не нагружаю. Это просто, это как вот браслет. Просто я выбираю это дольше, чем браслет, потому что это у меня будет всю жизнь. И мы хотели поговорить как раз про одежду плюс сайз. Я твой инстаграм смотрела, он яркий, красивый, что тебя бессмысленно спрашивают, не стесняешься ли ты, не испытываешь ли ты какого-то смущения выходить в купальнике или в какой-то там декольпированной одежде и так далее. То есть у тебя же не стоит этот вопрос. Нет, у меня не стоит этот вопрос. Либо ты кайфуешь от жизни, либо ты думаешь о том, что ты урод. Она же с детства учит, что подумают другие, а тебе не стыдно. Это вот немножко у нас психику вот так вот переворачивают, и женщины думают, а мне стыдно, а что подумают другие. Другие на тебя обратят внимание минуту, они обратили на тебя внимание, что-то там могут поговорить про тебя, и они тебя забыли уже, все. Им насрать. Им вообще, да, объективно, им насрать вообще на тебя. А ты будешь потом, вот ты всю свою жизнь, вот эту фигню в голове у себя думаешь. Вот я это, вот как же я пойду, у меня тут целлюлит. Ну и что? Они, люди, что-то целлюлита никогда не видели. Ну как бы, это же не открытие там, Америки. А по поводу одежды, несомненно, есть проблема. с одеждой для плюс-сайз. Сейчас проблема в каком плане? Допустим, там лет 20 назад это была проблема, потому что девушки 20-летней, 18-летней, 50-го размера вообще не найти было одежды, потому что все было такое... женское. Женское, да. И до сих пор очень много магазинов, где продают женское, даже сейчас для меня, оно очень женское. Вот, но тем не менее, выбор сейчас есть. Вопрос в том, что женщины опять, привыкшие жить по инерции, привыкшие к тому, что нет ничего в магазинах, привыкли какое-то скрывать себя. То есть, вот я хожу такая серенькая, я не отсвечиваю и думаю, что меня не видно. а на самом деле видно, что ты... Ты просто плохо одета. Плохо одета, да. Плохо одета, ты плохо подстрижена, потому что ты, наоборот, заметно становишься. Одеваясь красиво, не обязательно ярко, я, ну, видишь, я в черном, я обитальянилась, я в темных цветах хожу, одеваясь ярко, ты, наоборот, получаешь некий плюс в свою карму, потому что на тебя начинает обращать внимание и вот эти эпитеты, типа, харизматичные, ярко, они к тебе более применимы, чем там, жирная-серная мышь, ой, бедная, несчастная, вот она как, еще и поправилась. Вот эта уверенность, она в том числе и может одежда помочь в этом. Когда человек красивый, женщина красиво выглядит, она себя по-другому воспринимает совершенно. Абсолютно точно. Но тем не менее, конечно, сотни тысяч женщин сидят, грустят, плачут в подушку и им говорят, что они жирные, толстые, убогие, никакие, некрасивые, никогда не будет счастья. Как думаешь, вообще даже, если абстрагироваться до размеров и внешности, с чего начинать женщине, ну вот в нашем возрасте, условно, подростковые мысли, это немножко другое, когда ей кажется, что ничего другого в ее жизни не будет. Она будет сидеть в заснеженном пригороде, даже не Екатеринбурге и даже не Перворайске, где-то там, и думать, что мы с тобой где-то очень далеко, и наша жизнь, она какая-то принципиально другая. С чего начать, не знаю, чтобы путь к себе или к пониманию того, что можно стратегически выстроить все по-другому? Во-первых, перестать себя сравнивать с другими. Вот это первое. Потому что все вот эти комплексы идут от того, что ты себя сравниваешь с кем-то. Ты сравниваешь себя с обложкой журнала, ты сравниваешь себя с красивой, с твоей точки зрения, подругой, с более успешной. Перестать себя сравнивать с кем-то, потому что ты проживаешь свою жизнь. У тебя другой жизни нет. Очень классная мысль про то, что всем, по большому счету, вообще им дифферентно на тебя. Если все это поймут, то на самом деле жить будет намного легче. Насколько ты долго думаешь, боже мой, не знаю, о Меган Маркл, да, сейчас? Да вообще нифига, я о ней не думаю. Она там, сейчас это такой вот хайф, обсуждаемая вещь. Ну, ты посмотрела, новость прочитала, все, ты про нее забыла. А соседка твоя, ну, вышла, увидела, ой, там, пошла там Катя там туда-то. Все, ты забыла, у тебя своя собственная жизнь, у всех свои собственные какие-то проблемы. Девушки мне некоторые пишут, тоже вот, а я хотела бы попробовать, а я спросила у мужа, ему не нравится. Но это не должно мужу нравиться. То есть, если тебе это нравится, ну, ради бога, ну, ходи ты так. Это нельзя носить, потому что у меня там жопа, да? Да можно это носить, на самом деле всем пофиг на твою жопу. Ну, там, пять минут поговорили, и все, и забыли. В лучшем случае. В Италию я когда переехала, маленькая, вот этот, маленький городок, и мне свекровь дала совет, у меня очень мудрая свекровь, она мне дала совет, говорит, вот тебя по-любому будут обсуждать, потому что ты русская, если тебя будут о чем-то спрашивать, всегда преувеличивай. То есть, если тебя спросят, где ты работаешь, говори условно, что ты работаешь, не знаю, там, на Путина, да? Ну, условно. Нормально. Потому что они все равно это будут обсуждать, и они что-нибудь придумают. Допустим, они обсуждают что-то, что пойдет тебе на пользу. И второй момент по поводу одежды, опять же, по поводу уверенности и тому подобное. Если смотреть на инстаграмы, допустим, плюсайз блогеров, есть большая разница между американскими и, допустим, русскими блогерами. Вот американских блогеров я не очень рекомендую массово смотреть, потому что у них почему-то плюсайз это больше бодипозитив в плане того, чтобы доказать миру, что я могу выглядеть так, как женщина стандартного размера. В плане одежды это очень все облегающее, очень все короткое, очень все такое демонстративное, но мне эта тема не очень близка. И мне кажется, в России она вот как раз будет не близко, осуждаемая и обсуждаемая. Еще более, то есть еще более загонят женщин вот куда-то туда. А наши, они вот как раз не знают, что делают, смотри, как одеваются наши блогеры, кто вот пишет на эти темы. Их на самом деле достаточно. Вот, ну вот советы мои такие. Знаешь, я когда заводила Инстаграм, я вообще, честно говоря, про это никогда не думала. Я всегда, можно сказать, была достаточно довольна своей внешностью, своей жизнью. Я очень много всегда работала, мне было вообще не до лишних мыслей. Но когда я посмотрела в Инстаграме, сначала на их ноги, потом на свои, потом на их грудь, потом на свою, а что такое бывает? Господи, где эти нимфы, где эти все феи, яхты, что это? И я тебе честно скажу, что у меня на доле секунды закралось сомнение, нужно ли мне вообще туда идти, потому что, как сказать, составить конкуренцию тому, что там уже есть, это невозможно. Потом я, естественно, пришла в себя, потому что я конкурирую там не попой и ногами, и попой я, и грудь свою туда тоже выкладываю, но все-таки я создатель контента, создатель смыслов, я пишу много об интервью, о героях, собираю истории, и это совершенно потрясающе у меня аудитория сформировалась. Когда ты, приходя даже на площадку, которая, казалось бы, создана для хвастовства и сравнения, ты не играешь по этим правилам, и ты получаешь совершенно другой результат. Когда ты не делаешь, как все, ты получаешь не то же самое, что все. Ну вот да, кстати, по поводу не делаешь, как все. Еще один совет сейчас дам. Давай. Если ты хочешь преуспеть, не беги туда, куда побежали все, условно. Да. Ты вдруг решила поменять работу, и ты увидела, что сейчас там мастеры маникюра зарабатывают хорошо. Не вопрос, но давай себе отчет, что конкуренция очень высока. нужно всегда в плане работы, занятия чего-то, чтобы преуспеть заниматься чем-то, чем не занимаются массы. Тогда ты преуспеешь. И вот по поводу Инстаграма тоже, ну, у меня, честно говоря, нет вообще подписок, по-моему, ни одной вот этой инстадивы, потому что мне банально это неинтересно, потому что я себя не сравниваю ни с кем и не сравнивала никогда, по крайней мере, вот в плане внешнего вида, потому что я свою как бы вселенную создаю сама себе. Тебе не комфортно в этой вселенной? Пожалуйста, чемодан в вокзал Саратов. В подтверждение вот этой мысли крутой, которую ты сказала, у нас была встреча, я делала в Екатеринбурге для учеников своей школы с Артемом Соловейчиком. Он такой выдающийся педагог, сын, на самом деле, выдающегося педагога. Он много занимается темой изучения того, кем там будут наши дети, кем они могут стать. И он сказал такую вещь. Он говорит, ты знаешь, я очень сильно люблю быть первым везде, но здраво отдавая себе отчет, что я мало где могу это сделать, я приходил каждый раз туда, где никого не было, и становился первым там. По-моему, это очень круто и умно. Это... О, спасибо большое. Это мой любимый цвет. Да? Правда, это мой любимый цвет. По поводу вот этого первого. Тоже это... Ловишь мысли иногда непонятно откуда, ловишь какие-то фразы. Какой-то был мультик, тоже мне было лет, наверное, ну там 12-13, я уже не помню, что типа Дейл или что-то вот такое. Там была фраза, которая мне вот на всю жизнь запомнилась, что лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, чем рыбешкой на большом рыбном базаре. Вот. Круто. Да, тебе очень идут... Спасибо. Идут эти цвета. Они вот прям вот мои цвета все. Супер, красиво. Это наши друзья цветочная лавка. Это тоже... Спасибо огромное. Я не знаю, как у них выходит. Каждый раз они угадывают с цветом, с типом. Это слезинка от ювелирного дома Тулупов. Тебе на память. Я надеюсь, что она впишется в твой гардероб. Она такая вполне себе лаконичная и украсит твою коллекцию украшений, которые подтверждают твою любовь к себе. Чудесно. Спасибо большое. Спасибо за дискуссию. Как это? Дискуссия же, да? Нет. Разговор. За разговор, господи. На дискашн, потому что... Потому что дискуссионы по-итальянски, все, у меня уже это, понеслось. По-итальянски думаешь иногда? Да. Я забываю слова. Я когда видела, смотрела, иногда, ну вот как блогеры американские, еще кто-то, ну кто живет, разговаривали, я... И начинают переходить на иностранный язык. Ты думала, что это понт? Я думала, что это понт, да. Это не понт, Оля. Это просто ты в какой-то момент у тебя может выпасть русское слово, а в какое-то иностранное. Это у меня там до смешного. Я сейчас хожу, там, ну там, анализы сдаю, да, я их называю экзамены, потому что по... я пошла сдавать экзамены, потому что по-итальянски это экзамены, и все, я пошла, и у меня автоматически эти экзамены. Ну, в общем, и вот фразы тоже я могу как-то простроить, не по... Ну что, взять встречу, потому что prender am put no main to... Ой, это прикольно, слушай, это еще отдельная тема, на самом деле, трудности перевода. Ты просто безценный кладезь информации и сюжетов. Ну, приглашайте еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok